привет почистить большой диван а раскладываю диван полностью все поверхности которые нужно чистить в первую очередь пропылесосить хорошо пропылесосим сливаю воду с дивана кошмар я беру воду тряпку и гель химчистки сейчас на marketplace их его нигде нет но в москве в европарте кому нужен гель химчистка вот в любимой японочки он стоит сейчас скажу сколько он стоит 1100 рублей большая упаковка 600 есть поэтому кому нужно москва рублевки есть точно но я беру гель химчистка потому что мы не очень нравится он убирать нейтрализует любые запахи и его не надо смывать и после когда вот помоешь все когда все высохнет диван покрывается такими мелкими мелкими кристаллами вот этот гель он потом собирается в кристаллы и просто потом пропылесосить и все идеально чисто вот реально убирает любые запахи но у кого нет гель химчистки что можно использовать хозяйственное мыло с марганцовкой слабый раствор марганцовки и немного хозяйственного мыла но можно не вонючего какого-то смешать это будет тоже прекрасная смесь для очистки дивана и удаление именно запахов или перкарбонат натрия столовую ложечку размешать в литре воды это точно также можно все прекрасно почистить но я буду гель химчистка здесь не нужна горячая вода ровно столько и много не надо его наливать ровно столько сколько по шкале нужно его налить наливаю он очень экономный это просто находка года находка вот когда его найдете попробуйте это реально супер деликатных вещей так замачиваю свои перчатки с щеточкой тряпка виниловые в них конечно это мои новые покупки виниловые перчатки конечно руки потеют очень сильно они без линия но когда надо что-то потереть очень удобно не сильно отжимаем сильно отжаты чтобы влага поступала верхний слой ничего лучше как шомпол я не нашла но что-то такое что не сломается отбиваю как старый добрые времена отбила перевернула потому что уж вот видно прям сколько грязи сюда налипла и опять помыть и по новой и так это будет продолжать долго внутрь но зато будет чистым а потом вот все эти места где чаще всего сидят вот эта щёточка своей несколько раз в первый день-два он активно пахнет а потом запах абсолютно пропадает поэтому несколько дней можно перед перетерпеть ради хорошего результата полазила все коленки мокрый стирку стирку я потом уже все собираю пылесосом мне пылесос который может собирать воду жизнь более выгодной ситуации потому что у меня собирающий воду пылесос и я могу остатки воды собрать чтобы все это у меня быстрее гораздо высохла ну кого такого нет пылесоса просто меньше оставлять на тряпке влаги вот прошло часа три я пылесоса но это еще не высохла вообще абсолютно ничего она будет где-то сутки сохнуть можно поесть салат и суп у меня суп сегодня картошка морковка лук и цветная капуста зелень ролики на журнальный столик их можно прикрутить можно приклеить сразу есть двусторонний скотч но прежде чем клеить обязательно промажу ролик чтобы он хорошо ходил потому что там все-таки пластик это дешевый ширпотреб поэтому чтобы у меня все работало прекрасно обязательно капелька масла внутри ролика а можно и мыло затем обезжирить поверхность значит этот стук он достаточно легкий но неудобно потому что стоит у дивана и его неудобно двигать я не знаю что получится из этой затеи мне подумалось что вот такие ролики были бы внизу очень даже замечательно он бы тогда двигался они невысокие или клею и попользуюсь а потом посмотрю если будет нормально то тогда уже можно будет прикрутить эти подшипники можно так назвать их смазала чтобы они ходили хорошо обезжирить вот эти части обезжиривать буду спирта если заказала 8 для того чтобы здесь поставить по 2 по краям по 1 все можно перевернуть посмотреть как она будет работать и будет ли вообще сразу не двигаю даю чтобы под тяжестью приклеились хорошо ножки но так с первого раза даже очень классные идеи только пол должен быть абсолютно чистый чтобы все это двигалось хорошо а насчет долговечности этой конструкции подскажет жизнь но по крайней мере очень удобный вариант именно для такого жирного столика если обычные туда ножки как мастить то это будет вообще некрасиво а эти ножки невидимые и если они перестают ездить то просто вазелинчиком чуть-чуть подмазать и все хорошо